всем привет и рада каждому кто заглянул ко мне на канал тема сегодняшнего ролика аренда квартиры в братиславе ответы на вопросы у меня уже есть ролик на эту тему на ю тубе кто не видел пожалуйста посмотрите я там рассказываю о том на каких ресурсах искать квартиру и какие есть особенности подбора но тем не менее люди которые к нам обращаются они как правило задают одни и те же вопросы и поэтому решила выпустить отдельный ролик на эту тему сейчас вам прочитаю самые распространенные популярные вопросы и на них отвечу можно ли арендовать квартиру на 3-6 месяцев большинство договоров заключается на срок один год по согласованию сторон может быть подписан договор и на два года если вы ищете квартиру на более короткий срок то здесь вам помогут ресурсы booking или аренд биби наши клиенты часто задают вопрос а можем ли мы заключить договор и досрочно его потом впоследствии расторгнуть расторгнуть конечно можете но необходимо учитывать тот факт что в этом случае вы скорее всего потеряете депозит напомню при подписании договора аренды вы оплачиваете хозяину при заселении полный месяц аренды и депозит который служит гарантией и возвращается после окончания срока аренды передачи квартиры и перерасчета по коммунальным услугам так вот на данный момент почти 90 процентов договоров в себе содержит этот пункт что в случае досрочного расторжения договора депозит переходит в пользу хозяина как штрафная санкция когда нужно приступать к поиску квартиры за сколько времени предугадать сколько времени займет поиск именно вашей квартиры сложно я бы сказала здесь как повезет зависит это от нескольких факторов от состава семьи от бюджета которые вы предусмотрели на квартиру и от наличия животных с животными снять квартиру достаточно тяжело и подбор может затянуться кроме того готовьтесь к двойному депозиту это очень может быть дальше бюджет чем скромнее бюджет тем опять же тяжелее найти квартиру в целом к поиску квартиры можно приступать с того момента когда вы готовы за нее заплатить например нужно вам квартира только через месяц она доступна сейчас то конечно хозяин подпишет договор с тем кто готов ему заплатить сейчас вряд ли он будет ждать какие документы нужны для заключения договора это загранпаспорт и карта вида на жительство если она у вас есть если нет то только загранпаспорт если возможность дистанционно арендовать квартиру чтобы приехать в уже снятую а не сидеть на букинге да но опять же тенденция такова что бюджетные квартиры сдается сразу и желательно тем кого хозяин видит при осмотре еще квартиры и с кем имеет возможность пообщаться задать ему вопросы интересующие и квартиры с более высоким бюджетом конечно снять дистанционно проще возможности здесь больше как оплачивать аренду наличка или на счет при заселении обычно просят заплатить наличкой за первый полный месяц аренды плюс депозит дальше оплата на счет указанный в шапке договора наличкой крайне редко это же по согласованию сторон мы семья из двух взрослых и одного ребенка хотим снять двухкомнатную квартиру так здесь я отвечу так снять двушку для семьи из трех человек будет но я бы сказала проблематично сказать а скорее исключение из правил почему потому что особенности местного менталитета как правило двухкомнатная квартира это что гостиная совмещенная с кухней а вторая комната это спальня ребенку что же нужна комната поэтому для экономии времени и нервов лучше рассматриваете трехкомнатные квартиры как сегмент цена аренды включает ли в себя коммунальные услуги читайте внимательно объявление что там прописано как правило там стоит базовая цена которая вы прибавляете цену коммунальных услуг потом за парковку если она вам нужна и интернет в некоторых случаях когда мне вернут депозит депозит возвращается после официальной передачи квартиры и перерасчета по коммунальным услугам и здесь внимательно читайте что будет прописано в вашем договоре например в течение 15-30 дней после перерасчета или после годового перерасчета вот здесь есть большая разница годовой перерасчет в братиславе проходит во всех районах примерно в одно и то же время это май июнь поэтому если у вас так в вашем договоре аренды указывается учитывайте этот фактор когда вам будет депозит возвращен также на возврат его депозита влияет состояние квартиры в которой в котором вы его сдаете и обратите внимание на уборку квартиры мне встречались договора где предусматривается штраф за плохую уборку даже 350 евро или обязательное использование услуг клининговой компании сколько стоят коммунальные услуги сколько стоит опять же зависит от типа квартиры от площади квартиры здесь нельзя ответить однозначно в объявлениях как правило указана цена для двух человек каждый последующий член семьи примерно по цене будет 30 50 евро из чего складывается цена за коммунальные услуги это счет из бытового подника прежде всего о сбв лежит другими словами который включает в себя распечатку и сюда входит вывоз мусора холодная горячая вода отопление освещение общих помещений может еще что-то забыла электричество и газ оплачиваются отдельно и также интернет на основании платежек от фирм поставщиков интернет тоже в половине квартир есть сразу и он входит в коммуналку а в половине примерно квартир нужно заключить договор с провайдером на свое имя то есть оптический кабель есть конечно только нужно подписать договор с провайдером для людей со статусом одиденец где найти квартиру по государственной программе здесь я вам так отвечу что вы вполне можете без услуг риэлтора сами найти себе квартиру открывайте фейсбук группы убитования про украину и житло для биженцев слова чине ссылочки на эти группы я дам в описании к этому видео пишите объявление информацию о себе мы семья столько-то лет дети если есть дети ищем квартиру в каком городе в этих группах хозяева словаки сами располагают размещают свои объявления или читают кто нуждается и у вас очень большая вероятность не оплачивать и риэлторские услуги я действительно самим найти квартиру я приеду брать и славу сниму квартиру а потом ко мне приедет семья примерно через три-четыре месяца значит смотрите если вы ожидаете что вам приедет семья неважно когда через три месяца или через полгода вы подписываете договор аренды на год сразу нужно заявлять о том количество людей которые в ней будут проживать то же самое касается животных заявлять о них нужно сразу протащить там допустим кота или собаку потом не получится это нужно учитывать чтобы вам не пришлось искать новую квартиру впоследствии документ для полиции подтверждение о проживании по данному адресу или честное выглашение где его брать какое оно должно быть прежде всего хочу сказать что не стесняйтесь перед подписанием договора у хозяев попросить показать вам право собственности на квартиру чтобы вы видели с кем именно вы подписываете договор ничего здесь такого нет это открытая информация кто знает как посмотреть может в кадастре эту информацию скачать и подтверждение о проживании для полиции по делам иностранцев дает вам именно хозяин квартиры и он подписывает его в нотариусе лично опять же какие требования к этому документу есть у меня есть отдельное видео я прикрупплю к этому ролику в описании его если еще есть вопросы у вас по аренде квартиры в братиславе пишите в комментариях я отвечу прямо на ваш комментарий к этому ролику или же если таких вопросов будет много сделаю еще один ролик как всегда скажу справитесь с арендой квартиры самостоятельно вы будете большие молодцы не справитесь будете тоже молодцы обращайтесь к нам мы вам поможем на этом все подписывайтесь на мой канал если находите видео полезным ставьте лайк всем удачной и продуктивной недели